Губернатор Игорь Рудыни принял участие в совместном заседании Президиума Госсовета Российской Федерации и Совета по науке и образованию, которое провел президент России Владимир Путин. Об основных выводах встречи рассказывает наш корреспондент. Совещание состоялось в Большом Кремлевском дворце под председательством Владимира Путина. Среди ключевых вопросов – роль региона в подготовке кадров, соответствие системы среднего, профессионального и высшего образования требованием экономики, ожиданием государства и общества. Владимир Путин отметил, что сегодня образовательные ресурсы слишком сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действует более 200 высших учебных заведений. Если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны. Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России. Оптимальное решение проблемы – конкуренция, то есть развитие образовательных учреждений в регионах. С 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. Вы все из регионов Российской Федерации и знаете, какова потребность в таких кадровых ресурсах на местах. Она постоянно растет в связи с ростом экономики. В общей сложности за 4 года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей. Губернатор отметил важную тенденцию по увеличению количества бюджетных мест для регионов. Игорь Руденя сообщил, что областная инициатива, которая обсуждалась совместно с ректорами, это участие субъектов в финансировании дополнительных бюджетных мест, также закреплена решениями Госсовета. Будет существенно увеличено количество бюджетных мест в регионах. Увеличение достаточно большое. И даже сегодня вице-премьер правительства Татьяна Алексеевна Голикова сообщил, что будут выделены средства на модернизацию инфраструктуры для федеральных вузов, которые работают в регионах, чтобы суметь принять этот набор и выполнить образовательные функции. Глава региона также рассказал, что в Тверской области ведется модернизация системы профессионального образования, в рамках которой выстраивается цепочка взаимодействия между работодателями, учреждениями среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми потребностями. Сегодня, если мы правильно готовим кадры, понимаем, что наши рабочие места конкурентны, то и, собственно, миграционные процессы тоже будут замедляться. Постоянно упоминая о том, что у нас идет отток молодежи в столицу, это не потому, что столица лучше или интереснее, потому что в каком-то смысле работа неконкурентна со столичными рабочими местами. Поэтому задача сегодня и глав муниципальных образований, правительства региона, совместно с работодателями создавать конкурентные рабочие места не только в реальном секторе экономики, но и в социальной сфере. Это учителя, это врачи, это преподаватели. Глава региона также отметила, что президиум госсовета смог расставить акценты на практическое развитие нашей экономики, и региональной, и федеральной. А это, в свою очередь, повлияет на положительное развитие не только демографии в стране, но и интеллектуальный потенциал России. Субтитры создавал DimaTorzok